Донецкую Швейцарию, так курортный Светогорск любят называть в регионе, украинская армия полностью освободила в середине сентября. Как все эти месяцы? Тяжело вам было? Тяжело, конечно, очень тяжело. Поэтому в подробности не будем вникать. Это долгая история. Но я думаю, что уже эти тяжести уйдут. А вот это все благодаря вам, благодаря нашим военным, все будет хорошо. Прятались в подвалах. В подвале. Июнь, июнь, в подвале, и днем, и ночью. Местные говорят, еды не хватало. Ведь в городе несколько месяцев не работали продуктовые магазины. После освобождения Светогорска от российских оккупантов сюда каждый день привозят гуманитарную помощь. В городе возобновила работу пекарня. Три сотни буханок хлеба ежедневно будет выпекать местный предприниматель и бесплатно раздавать малообеспеченным семьям и людям с инвалидностью. В Светогорске уже начались и выплаты пенсий. Приехали четыре мобильные бригады. И на сегодняшний день мы выплачиваем пенсионерам укрпочты пенсии. Также мы выплачиваем помощь от Красного Креста. Сегодня каждый наш клиент гарантированно получит пенсию, а также каждый получит помощь 1200 гривен от Красного Креста. В освобожденном от российских оккупантов городе появилась мобильная связь. Но Светогорск по-прежнему остаётся без централизованной подачи воды и электричества. А городская инфраструктура разбита российскими снарядами. Разработан чёткий алгоритм действий офисом президента и военными администрациями – областной, районной и городской, которым мы сейчас руководствуемся. Эвакуацию людей с деоккупированных территорий, в том числе и Донецкой области, в более комфортные города для проживания уже провели. Это главная задача и задача номер один. Потому что зимний период на деоккупированных территориях будет очень сложным. Под оккупацией российской армии город находился более трёх месяцев. Здесь всё это время оставалось около шести сотен мирных жителей. Алена Грамова для телеканала Freedom. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александректор А.Егорова